Добрый день! С вами Ольга Канунникова. И сегодня мы с вами будем делать ирис. Ну, примерно вот такой. Будем делать ирис не для интерьера, а как в качестве броши, например. Или как в качестве украшения для волос. Вот так я его сделала. Он у меня полностью сделан из ткани. Двойными листиками. Вот. Но лепестки у меня здесь одинарные. Сейчас я вам расскажу, как это будем мы с вами делать. Вот. Выкройка ириса очень достаточно простая. Значит, вот такие три лепестка нижних, три лепестка верхних. Вот такая часть, типа бородка, она идет под нижний лепесток. Она кладется вот так, находится на нижнем лепестке. И вот эти вот кончики ее закручены немножко, вот приподняты вот так. И здесь, скажем, примерно это вот так вот. Лежит. Просто вчера я сорвала ирис и очень хорошо его рассмотрела. Вот. Вот таким образом будет наш лепесток. Но кроме того, здесь вот на нижнем лепестке у нас еще такая, типа, бородка. Бородка это такое вот напыление на ирисе. Вот. Оно может быть разного цвета. Для этого можно использовать либо бархат, либо мы будем использовать с вами крошку шелковую, для того, чтобы сделать вот такое напыление здесь. Так. Вот это, значит, нижний лепесток, вот это верхний лепесток. А теперь про бородку я вам рассказала. Значит, еще под ирисы идут два листика подлестники. Они крепятся вот ниже самого цветка, обхватывая лист с одной стороны и с другой стороны. Но дело в том, что я делала это как брошь. То есть они не будут видны на правой стороне. Поэтому в качестве броши я не стала использовать их. А кто делает интерьерную, интерьерный ирис, то, конечно, значит, надо делать еще вот такие вот два листа подклейки. Теперь лист самого ириса по выкройке, который я брала из книги Ольги Сайцевой, вот такой небольшой. Но в самом действительности я сделала их немножко побольше. Видите, у меня, ну, просто мне показалось, что это слишком маленькие, и делала вот такие вот побольше. Мне кажется, они более эффектно смотрятся. Ну, в принципе, здесь вот как хотите, так, то есть как вашей душе угодно. Итак, приступаем к изготовлению ириса. Для изготовления ириса я взяла ткань Крип-Жаржет. Натуральный, правда, натуральный, 100% ткань Крип-Жаржет. И выкроила из него все детальки. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось, и будем все, все наши детали красить. Вот, три у нас подклейки нижних, три верхних. Вот у нас вот это вот типо-бородки. И три листика, две подклейки. То есть подклейки я не буду использовать, а вот листики, листики можно тоже покрасить. Итак, сейчас я вам покажу, как красить сами лепестки. Бородки, в принципе, можно покрасить здесь чисто желтым цветом. Так что здесь покрасите сами. Даже можно покрасить ярко желтым цветом, даже не разбавляя. То есть можно намочить, намочить выкройку, разложить и покрасить чисто желтым цветом, больше ничего не добавляя. А как красить лепестки? Значит, сначала мы берем, обмакиваем полностью лепесток в воде и раскладываем на газете. Теперь поверхние лепесточки делаем то же самое. Возьмем кисточку сухую и полностью промочим все наши детали. Чтобы они очень хорошо были промочены водой. Сначала начнем с верхних, с нижних лепестков, от этих больших. Верхние пусть пока у нас лежат. Начнем пока вот с этих нижних больших лепестков. Я сделала, значит, будем делать наш ирис фиолетовым. То есть если вот здесь я сделала розовым таким, насыщенным достаточно розовым, то здесь я буду делать фиолетовый. Я развела три цвета фиолетового. Значит, бледный, чуть посильнее. И, в общем, то есть, разной средней наполняемости и более такой насыщенный. Сейчас по краю пройдемся самым-самым светлым. Все три лепестка сразу красим. И разглаживаем, если вот появляются такие вот полости с воздуха, мы стараемся их разгладить. Они периодически появляются. Здесь уже ничего не сделаешь, но как можно лучше все-таки их разгладить. Так, один цвет готов. Так, даем немножко в стороночку и займемся другим цветом. Теперь средней насыщенности. Начинаем с краю и прокрашиваю с самого края. Стараемся делать это быстро, пока лепестки не сильно высохли, чтобы пузырьки не появились. Ну, третий листочек, лепесток. Вообще, лепестки ириса можно делать двойными. Но я сделаю динарными, чтобы он более такой прозрачный был. Так сказать, двойные тоже очень красивы получаются. Но мы сделаем с вами динарные. Вот, теперь смотрите. Теперь берем последний наш более насыщенный цвет. И что мы будем делать? Мы будем красить только вот по самому-самому краю. То есть берем, вот, даже едва касаясь кончика, вот, и накладываем цвет только-только на самый край. Вот так. Больше ничего не трогаем. Только-только самый край. Даже больше красим, наверное, газету, чем сам лепесток. Здесь краю, что можно тоже немножко подкрасить. Вот, теперь точно так же мы красим наши верхние лепестки. Сначала их хорошо смазываем водой, обычной. Расправляем все складочки, если вдруг получается. Натуральный шелк очень тонкий, и поэтому с ним труднее работать. Синтетическая ткань, она более жесткая, и поэтому, с одной стороны, синтетика хороша тем, что она достаточно плотная, а с другой стороны, натуральный шелк красится намного лучше, чем синтетика. Итак, теперь берем слабонасыщенный раствор и прокрашиваем наши лепестки. Кончик можно даже не трогать. Да, кончик можно держаться. Теперь берем второй цвет и закрашиваем только край. Ну, где-то примерно, вот, сантиметра на два. Краска должна сама разливаться, расходиться. Так, у меня вот здесь получается немножко, вот видите, белые такие, то есть немножко ткань надо, ткань надо еще немножко увлажнить. Я просто простой водой, обочной водой, здесь вот его увлажнее. Так, а теперь мы берем самый насыщенный цвет и проходим прям по самому-самому краю, практически по бумаге, погасите. Вот так. Вот так. Все, сейчас мы наши лепестки, значит, закончили. Теперь надо их переложить на сухую газету и оставить, и оставить немножко, чтобы они подсохли. Вот, смотрите, появляются, когда белые пятнышки, надо немножко брать воды и вот так вот их растереть и срочно перекладывать на сухую поверхность. Итак, продолжаем работу над ирисом. Пока сохнут наши лепестки, мы с вами займемся изготовлением листиков. Два листика я уже сделала. Вот как они выглядят. Они пламеют. Обратная сторона это вот такая органза. Значит, сейчас я покажу, как это делается. То есть, как вырезается лист, вы уже знаете, использовала здесь и я атлас. Атлас у меня уже покрашен, я уже красила его. Вот, делается литон. Литон клеится на середину листика, отступая примерно где-то полтора сантиметра от края. Вот. Теперь нам нужно сделать, приклеить, приклеить наш листик на органза. Органза это будет вторая листик. Вот, с правой стороны у нас снизу. Для того, чтобы приклеить, мы берем клей и вот компания Леха и с обратной стороны вот то место, которое с кисточкой мы прокрашиваем. Прокрашиваем наш листик, на котором мы работаем листик стекла немножко прокрашиваем клеем. Этого достаточно будет. Теперь мы берем наш лист вот так промакиваем на клей полностью, особенно краешки. Смотрите, чтобы как следует промакать. Даже можно так немножко его прогладить, да? Вот. И теперь берем обратную сторону, переворачиваем на обратную сторону и прикладываем ой, не так вот, прикладываем так, чтобы вот хвостик, видите, хвостик желательно, чтобы у нас был внизу, чтобы здесь вот много не отрицать. И разглаживаем. Разглаживаем хорошо. Желательно, чтобы дать время, чтобы листик хорошо высох. После того, как листик уже у нас высохнет, считаем, что он у нас уже высох, мы берем его и аккуратно вырезаем. Резать нужно прямо даже немножко больше захватывать, чем сам наш, чем самая наша выкройка. вот таким образом у нас получается двойной листик. То есть первая сторона у нас областная сторона, вторая сторона из органзы. Теперь берем коврик и на коврике будем обрабатывать наш лист одинарным ножом. Как обычно, сначала мы проводим с двух сторон от литона и потом такими же параллельными полосочками проходим лист с двух сторон. Все делаем это по правой стороне. Хотя, в принципе, можно половину сделать по правой и половине по левой, но я делаю все это по правой стороне. А вот теперь переворачиваем лист на обратную сторону и по краю, по самому-самому краю хорошо проходим так, чтобы кончик немножко листика у нас согнулся вовнутрь. с одной стороны и с другой стороны. Переворачиваем лист на правую сторону и еще немножечко можно здесь доработать, что нам не нравится. Вот так получился у нас обработан лист. Таких листиков нам надо сделать три штуки. Теперь, когда листья наши готовы, мы их откладываем в сторону и займемся лепестками. Лепестки мы будем делать прежде всего вот как. Мы на них должны приклеить литоны. Литоны я сделала предварительно и, видите, я их покрасила в цвет наших лепестков. как приклеивать литон. В принципе, я вам могу показать, как я это делаю этим клеем. Литон наклеивается на две третьих нашего лепестка. Это примерно вот здесь. То есть, не так, а вот так, две трети. Для чего это делается? для того, что с одной стороны он будет достаточно хорошо держаться, а с другой стороны он будет менее виден. Да, кстати, вот смотрите, правая сторона будет вот эта, а эта левая сторона. То есть, мы перевернули на левую сторону и на левой стороне приклеиваем вот этот литон. Правая сторона у нас осталась вот здесь. Все. Таким образом мы должны с вами полностью обработать, приклеить, приклеить литоны на все лепестки. То есть, на шесть лепестков вот это у нас идут нижние лепестки, а вот это три таких вот немножко вытянутых. Это более широкие, это более узенькие. Узенькие у нас идут на верхние лепестки. Вот. Теперь я вам покажу, как обрабатывают вот эти вот, как сказать, бородки, или как они называются, к нашим лепесткам. Делается это вручную. То есть, мы берем уже, вот я вам говорила, я желтым покрасила. Кстати, вот лепестки после того, как они у меня прокрасились, я их еще прогладила утюгом. Видите, они у меня достаточно ровные. А вот эти детальки я не проглаживала, в общем-то, это не надо. И так делается вот, как мы их складываем пополам. И вот рукой, вот так вот немножко даем им форму, чтобы это был, как бы, полкруг. Вот так. Теперь раскрываем их немножко. Вот это место, кончик немножко вот так вот растягиваем. а верх верхушки отгибаем немножко вниз. Вот так. Вот так. Все. Теперь начинаем обработку лепестков. Для этого мы будем делать холодную гофрировку. Берем наш лепесток, вот наш литон приклеенный, сворачиваем его пополам, кладем вот так вот угол, такого платочка тоненького, накладываем его. Теперь руку кладем, вот наше основание с литоном, и вот краешек лепесток. Кладем на лепесток левую руку, правую руку оттягиваем, кончик, и ведем за левую руку. Теперь смотрите, теперь можно руку немножко вот, чтобы удобнее было с этой стороны схватить и вытащить. Так. Почему я так делаю? Мне надо, чтобы лепесток загофрировался со всех сторон. Видите, с этой стороны и с этой стороны. Вот какая получилась гофрировка. Сейчас аккуратненько расправляем наш лепесток. Вот как красиво он у нас загофрировался. Видите? То же самое делаем со всеми лепестками. Это вот у нас полнижний лепесток. Сейчас я вам положу верхний лепесток, обработку верхнего лепестка. Опять же, складываем вдвое. Вот так. Закрываем краешком. То есть вот у нас треугольничек. Руку кладем левую, правую, ведем. Вот. Дальше тут ее прихватываем и стараемся вот это вот место не отпускать. Вот. Все. Очень так хорошо. Видите? Гофрировалось. Теперь это чуть-чуть-то вот расправляем слегка. Кстати, слегка только. Все. Вот так мы гофрировали все шесть лепестков. Сейчас мы будем работать с ними дальше. Гофрировку дальше будем проводить с помощью другого инструмента, пинцета. Смотрите, каким образом это можно делать. Самый кончик листиков, начиная где-то вот тут вот от середины, просто захватываем пинцетом и вот так вот закручиваем. Чтобы кончики стали более такие волнистые. Вот. Помогаем и леверку тоже немножко закручиваем. То есть вот получилась как бы юбочка такая пышная. Вот так вот у нас выглядит лепесток. Видите? Мы сейчас все лепестки точно так же мы закрутим пинцетом. стараясь не повредить вот гофрировку, которую мы делали холодную. То есть стараемся хватать только вот за краешек, за кончик. И все. Так вот второй лепесток и третий сейчас нижний обработаем. Делаем это очень-очень быстро. Вообще натуральные ткани они очень хорошо поддаются вот такой гофрировке. Поэтому с ними очень-очень легко работать. вот уронила немножко. Так вот третий лепесток. Один лепесток сейчас у меня упал. Не вижу куда. Вот. Сейчас обрабатываем уже те лепестки, которые будут сверху, да? Три верхних лепестка. Вот. Чтобы немножечко даже складочка появлялась. Вот так. вот таким образом наши лепестки отгофрированы. Сейчас мы будем с ними заниматься дальше оформлением. Итак, продолжаем гофрировку наших лепестков. Вот наши нижние лепестки. К ним надо сделать вот такие скажем бархатные напыления. Для этого мы используем вот такую как вам сказать зелененькую шелковую шелковые такие остаточки ниток. Они у нас остались после того, как я делала зеленую травку. У меня есть в мастер-классе как делать зеленую травку. Я вам сказала, что остаточки вот такие не выкидывайте. из них можно делать тычинки. Из них не только тычинки можно делать, а вот именно такое напыление на ирисы. Напыление примерно у нас будет до сих пор. Поэтому вот эту часть мы можем с вами напылить, каким образом используя обычный клей. Мы просто от самого низа берем клей и проклеиваем где-то вот до этих пор. Вот такое у нас будет напыление. Теперь берем и этот лепесток аккуратненько прислоняем к нашим шелковым вот этим ниточкам. И получилось вот такое напыление. Видите? У ирисов ведь такие вот как будто бы кто-то их посыпал, да? Чем-то вот таким вот немножечко даже с блеском получаются они. Вот так мы делаем обрабатываем все три лепестка. Сначала мы промазываем клеем по самому центру вот до тех пор до которых будут идти вот это напыление. лепесток мы аккуратненько опускаем опускаем лепесток вот так все лишнее потом оно уберется как высохнет сейчас в принципе трогать даже можно и не трогать вот вот так это второй лепесток у нас и третий лепесток точно так же мы делаем желательно конечно чтобы это все у нас хорошо просохло когда я делала вот этот розовый ирис то я давала цветку хорошо просохнуть но здесь не знаю как у нас получится думаю что мы не будем ждать пока это высохнет сразу будем клеить наши желтенькие детальки вот вот так теперь перейдем наши нижние лепесточки сверху должны к ним закрепляться вот такие желтенькие вот такие желтенькие детальки что мы делаем мы их берем так сейчас я уберу напыление чтобы нам здесь не перевернуть ничего вот берем клей работаем только клеем вот место вот самый кончик где-то сантиметра два да мы так смазываем клеем накладываем на на лепесток нижний вот так вот так он должен у нас получиться видите вот таким образом даже здесь внизу немножко вот можно его чуть-чуть вот ставить вот так таким образом мы делаем все лепестки то есть сначала смазываем сантиметра два от конца от края прикладываем книзу вот вот у нас второй лепесток готов и теперь третий лепесток точно так же смазываем нижнюю часть и подклеиваем ее к лепестку вот у основания здесь так чуть-чуть чуть-чуть вот так вот разгибая основание теперь нам надо все эти три лепестка вместе соединить берем их вместе вот так вот у основания и как следует скручиваем вот так основание немножко вот так руками пальчиками вот так сжимаем теперь берем зеленую куфребамагу берем клей клей здесь я пожиже беру промазываю основанием и проклеиваю гофребумагой присоединяю полностью соединяю полностью три наших нижних лепестка так теперь эти лепестки нам надо хорошо хорошо от ну вот так вот загнуть вниз мы должны смотреть у нас вниз но немножко вот так выгнуто полукругом каждый листик лепесточек вот как он выглядит сверху сверху сбоку и вот так снизу вот так теперь берем верхние лепестки верхние лепестки накладываем между нижними и направляем их они должны загнуты быть кверху и здесь мы должны сделать так чтобы они немножко были выше вот так чуточку выше и загнуты кверху так вот один лепесток у основания видите его накладываем вот теперь берем второй лепесток опять между между двумя аккуратненько к основанию смотрим как он ложится вот так и берем третий лепесток опять между оставшимися двумя вот и хорошенько основание промазываем я даже руки сейчас не буду уводить и опять же все приклеиваем кафрабумагой очень хорошо сверху промазываем и приклеиваем вот что у нас получается так как это у нас будет брошка брошь все-таки кончик мой вот так думаю хватит отрезаем вот и вот что у нас получается то есть вот у нас нижние лепестки пошли вот у нас верхние лепестки пошли вот так красиво у нас загнулся цветок видите как он красиво смотрится такой нежный воздушный вот так теперь надо к нему еще присоединить листики листики также подкладываем так как мы сделали здесь три и это будет брошка мы их подкладываем вот под верхние лепестки под верхние лепестки и выгибаем вниз отгибаем вниз они у нас тоже на проволоке и поэтому хорошо будут отгибаться вот все это делаем к основанию таким образом опять же переворачиваем немножко вниз обрабатываем их сейчас секунду обрабатываем все клеем и перехватываем кофробумагой обматываем кофробумагой подвесники здесь мы делать не будем это вы можете сделать если делаете декор допустим для интерьера интерьерную ирис так хвостики берем теперь красиво расправим листья вот так вот наш ирис очень красиво получается а теперь вот этот вот хвостик наш мы сейчас делаем мы сейчас его сделаем атласным то есть возьмем улитка из которой мы делали вот листья отрезаем полосочку смазываем ее то кончики здесь вот подправили смазываем ее клеем вот с листочкой промазываем очень хорошо их кончики особенно вот и теперь полностью накладываем с обратной стороны вот на основании нашего цветка одну сторону загибаем так хвостик у нас вот тут загибаем нашу подклеечку и ведем здесь вот загибаем ее и полностью подклеиваем к основанию к стебелечку расправляем все это надо сделать дать время чтобы это все подсохло все хорошо соединилось чтобы получилось очень аккуратно аккуратно у меня сейчас времени нет это все делать но я думаю вы поняли систему надо дать дать немножко время чтобы вот этот стебелечек очень хорошо присоединился приклеился у меня сейчас он немножко не подклеен давайте-ка я его соединю немножко чтобы показать вам сделаю это с помощью я просто возьму кусочек проволоки сейчас чтобы соединить кончики моей подклейки она не хочет держаться пока потому что это все надо делать очень аккуратно и требует времени чтобы вас не задерживать я просто сейчас пока скреплю все проволокой а потом когда это все высохнет проволоку эту снять и хорошенько еще цветок стебелечек немножко вот так вот подправить и все ему будет хорошо и так вот такой вот такой красивый ирис у нас получился с вами в результате ирис у него розового ириса кстати его можно вот так вот согнуть головку посадить посадить на булавочку сзади и вот у нас получилось два таких роскошных ириса вот которые мы сделали из прибжоржетра и атласа спасибо за внимание с вами была Ольга Канунникова сзади